И в лекции, как правило, никакого отношения есть, не то, что, как правило, никакого отношения к нам, но если она не уверена, могут не иметь никакого отношения. Это мой случай. То есть обычно бывают какие-то вероятности, а у меня, вероятность, скорее всего, почти не будет. Вот. Но смысл надо было состоять не сон, в первую очередь, чтобы вы какую-то технику разведно усвоили, а в том, чтобы у вас придут несколько дозор того, чего вообще, того, чего бывает. Вот. В том, чтобы так включать людей, которые занимаются чем-то, чем-то, как минимум, где боится, и там людей очень много. Вот. Я хочу, я хочу рассказать что-нибудь про сегодняшнее усреднение, да, что-то, что-нибудь знаете про сегодняшнее усреднение. Такие слова, по крайней мере, и там теории возмущений, и такие слова кому-нибудь что-нибудь говорят. Так, хорошо. Давайте, давайте другого как-то дойдем. Кто-нибудь читал книжку Арнольда, там, например, для фактических механизмов? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Я буду оставить две конкуренты. Сейчас я буду сегодня рассказывать там точно, ну и практически все точно можно найти в Арнольде. Дальше, дальше уже будет хуже. Но, тем не менее, такая, на основных ссылках, одной, масс-методы, масс-методы фактической механики. Это, на самом деле, очень хорошая книжка. Ее читать очень хорошо. Извините, это то, что прямо стоит прочитать. Книжки не очень много, это прямо хорошо читать сначала до конца. На самом деле, есть еще одна книга, она Арнольд и, вместе с ним, два слов, и не читать. И называет это точно так же. Она называется только не мат-методы классической механики, а мат-методы классической и небесной механики. И невежной механики. В общем, в целом, наверное, пришло того, что здесь написано содержится в этой книжке, но надеюсь, есть чего-то еще раз. Поэтому первая разница вот этого запера, то, если хочется чего-то немножко большего, то можно всегда смотреть. Рассказывать я буду про, скажем так, основы теории усреднения. Ну и сегодня будет, как мне кажется, это, я надеюсь, достаточно простой рассказ, а дальше посмотрим. Дальше, наверное, все будет немножко осложняться, но надеюсь, не очень сильно. Значит, давайте начнем проходить постепенно к этому делу. Значит, сначала поговорим об условно-периодическом движении. Условно-периодическом движении. Условно-периодическом движении. Движение. Допусть оно будет нам познакомлено. Значит, что это такое? Давайте рассмотрим торт в размерных типах. И на нем выберем координаты фи. Фи 1, Фи r, и Фи t, собственно, Фи r, Фи. Так это просто обычные координаты на торе, ничего больше. Значит, и давайте рассмотрим вот такую вот зависимость от времени. Фи с точкой и точкой будет означать, когда производные по времени. Равно омега, где омега в какой-то вектор взрывом. Значит, а что это значит? Это значит, что Фи от t равно омега t плюс Фи от нуля. Ну, Фи от нуля я быстро буду Фи ноль обозначать. Так? Правда, мы вращаем в направлении вектора омега плюс в двух начальных условий. Значит, ну, смотрите, какие есть простые случаи. Постают самое простые случаи, когда n равно единице. Тогда что происходит? Тогда, значит, омега это просто действительно число. Так? И если омега отлично окуляет, то тогда это просто вращение на крутости. Так? Значит, на что это значит? Если окрутости мы просто значит просто вращаем на против саури. Против саури с угловой скоростью амега. Значит, давайте теперь на угол двум что происходит? Давайте развернем на что? То есть получим получим квадрат со стороны 2п и сюда будет, соответственно, Фи1 и вот это будет координата Фи2 Ну, мы начинаем в некоторой точке Фи0 и дальше мы просто едем вдоль вектора омега. Так? Вот это просто вектора омега. Мы просто вдоль вектора едем приближаем отсюда и вот это вот это вот вот эти вот стороны от этой спины так? Здорово мы пересхакиваем вот сюда вектора вектора вот ну и так далее и продолжается продолжается такое вот движение значит давайте первый вопрос а У нас есть два разных случая. Омега здесь двумерный вектор. Омега-1, Омега-2. Давайте рассмотрим две возможности. Возможности так, что отношение Омега-1 и Омега-2, скажем, что Омега-2 это 4, и рациональное число, а В, соответственно, что это ирональное число. Что можно про каждый случай сказать, что провода это лежит? Можешь там что-нибудь придумать? В первом случае мы, по-моему, вернемся и начали в точку. Да. Вот именно так и будет. Смотрите, вот в первых случаях, когда Омега-1 и Омега-2 это рациональное число, наша тариктория рано или поздно замкнется. Наша тариктория рано или поздно замкнется, а тариктория замкнется. Ну, почему это происходит? Давайте какой-нибудь пример сперва рассмотрим. Например, когда, давайте просто посмотрим, Омега-2 равно 1, а Омега-1 равно 1,2. Тогда что мы имеем? Тогда движение успеваем вот так. Давайте посмотрим, что мы внули начинаем. Так. Синога-2 равно 0. Тогда что получается? Значит, мы едем в направлении вот такого. Синога-2, да? Собственно, вот так вот стоит этот вектор. А не этот, правильно? Значит, мы удерживаем его до сюда. А эта, это одна-вторая. Перестаньте его вот сюда, удерживаем его до сюда, и все равно как-то появилось вновь. Значит, вообще-то это верно для любых частот, у которых отношение тракционное на. И это можно доказать. И это, где он оставил пресс-правнение. Значит, а вот в случае В, в случае В, в случае А3 тоже я оставил пресс-правнение. Только сначала мы узнаем, что ничего не будет происходить. Вот, да. Вот такая намотка, и третали, и никогда не нагнутся. Не нагнутся. Не нагнутся. А еще кто-то не может сказать про эту историю? Что-то поздно. Как правильно, да. Она будет все запозна. Что? Ну вот, ты знаешь, что она никогда не нагнутся. Потому что если она перезипает, значит, все, мы поехали дальше по сторонам. Вот эти вот два пункта я оставил в качестве упражнения. Первый пункт совсем простой. За то, что первый пункт не нагнута, это тоже просто. За то, что она не нагнута, но несколько, несколько сложнее. Да, упражнение, в первую очередь мы попробуем делать. Потому что, ну, хотя бы там уже какой-нибудь экзамен будет, можно будет дать экзамены, когда вам пришли. То есть, если мы это делали, тогда мы их посмотрим. Так, хорошо, давайте теперь рассмотрим общий случай. Видите, собственно, фундаментальную роль для динамики играет ток, построенный в соотношении между частотами. Давайте возьмем следующее определение. Значит, теперь у нас N произвольно. Частот произвольной размерности. И мы скажем, что частоты полига 1, полига m, собственно, из этих вот частот образуют наш реактор полига m, независимые. Если они ненезависимы, надо спорить на них сотни чисел. То есть, перед этими словами, если вектор омеля умножить на k равно 0, значит, если существует k плюс z тем, такое, что выполнено k равно 0, и вот это выполнено в том случае, что k равно 0. Значит, полига m на k это есть просто столярное произведение. То есть, полига m на k1, плюс полига m на k1. То есть, смотрите, что я делаю. Я беру линейную комбинационную частоту, так? И, значит, если она оказалась равна 0, то это значит, что k равно 0. Вот. Если омега удовлетворяет такому свойству, то это значит, что частоты, тогда мы частоты будем называть независимыми. Ну, смотрите, в этом случае частоты, конечно, закладываются независимыми. Правильно, да? Вот, собственно, это вот обобщение, вот это вот определение, обобщение вот этого особо, что оно в случае приводит размер. Значит, давайте теперь рассмотрим, что происходит с обмозкой ТОРа. По крайней мере, двумерному вы поняли. Теперь давайте поймем, что происходит с обмозкой ТОРа многомерно. Окей, значит, происходит то же самое, да? Что если частоты независимые, то тогда обмозка будет сюда плотна. Давайте мы это докажем. Мы это получим как следствие от другого, более интересного утверждения. Давайте рассмотрим функцию TEP. Такую функцию ТОРа. Ну, пусть она при высоте будет непрерывной, так? Так, у нас только так, только от меня потерян. Значит, функция ТОРа. Тогда я поделю две следующие величины. Первая функция – это временное сирение. Сирение TEP. Следующая штука. Я буду, значит, брать функцию TEP в точке TEP, где TEP вот так определено. Так. TEP от TEP. Т.е. TEP от TEP в точке TEP вот так. Значит, дальше я это дело усредняю по времени, скажем, от нуля до какого-нибудь T большого. Т.е. я интегрирую от нуля до какого-нибудь TEP и нормирую. Т.е. я считаю предел, если оно существует. Вот. Если оно существует, то я его обозначу R с развязочкой, и от чего этот пункт будет зависеть? Смотрите, что у нас? Понятно, что она зависит опять, но это мы не будем учить. Значит, что еще есть? Следующая динамика FIA-T. Динамика FIA-T что определяет? Определяет однозначный вектор Омега и начальные условия. Вектор Омега, давайте считать, что мы зафиксировали вас на себя. Разумно, так? Когда мы сможем менять начальные условия? Поэтому получается, что эта функция зависит только от начального условия F0. Омега фиксируем. Собственно, вот эта функция называется временным средним, если она существует. Собственно, откуда такое название, совершенно понятно. Потому что я беру функцию F и усоединяю ее по времени, в которой я считаю вот такой динамики на одном теторе. Понятно, да, что тут происходит? Так. Хорошо. Давайте следующее определение. Пространственное среднее. Пространственное среднее – это соединение функции F, соответственно, типа времени A по пространству. Я его буду обозначать вот так вот, и оно уже для непрерывной функции существует всегда. Здесь просто интеграл на двойной степени n. Значит, интеграл от... интеграл по форму FnC dc. Другими словами, интеграл от 0 до 2p dc n. Ну а dc, соответственно, dc для dc n. И 1p. Собственно, просто интегрирую мою функцию FnC dc и нормирую дилюблю на объем dc. Хорошо. Значит. И вот. Такая терема. Допустим, что... Частоты FnC d1 FnC d1, FnC d1. Которая, эта картина, какая-то дариктовалига. Которая, эта картина, какая-то дариктовалига, независимая. Так. Тогда что я могу сказать? Тогда что я могу сказать? Так. Давайте я хочу что-то сказать про временное среднее, про скандальное среднее. Значит, смотрите. Представляю себе. Частоты независимые, так? Когда мы ждем, что будет правильно. Что тариктория у нас точно не тронтнется. Так. Мы будем вот так вот с тарикторой ездить и здесь, и тариктория будет всюду плотна. Так. Значит, я... Когда я вот этот предел читаю на временном среднем, что получается? Получается, что вот эта вот координация сердца, она просто так вот по Тору болтается. Никогда к ту же точку, где я уже была, не приходит. И в таком смысле она это тоже равномерно. Так. Вот. А вот здесь что я делаю? Здесь, как правило, по всему Тору интегрирую. Так. Ну вот. Веду я к тому, что в этом случае в тренинге все развердочки существуют, время от времени не существует, и по наоборот равно что в плантинстве. То есть интегрировать по времени то же самое, что альтергироваться по пространству. Это очень удобно почему? Потому что что не надо внимать или не посчитать. Ну, а то времена и не посчитать мне нужно... Не хочется интегрировать струк, есть ли и на месте просто сидела так, мне нужно ощутить всю динамию просто. Во все время, а здесь не просто один дегал, так что не прочитайте и все. И на самом деле это приложение применимо очень многим системам, не только вот весь мобок в анатолии, а мобок в анатолии это просто часто исключительно, а вообще-то, когда вот такая вот динамическая система и вот такая вот что-то дверна, говорят, что система ограничена. Вот это вот такой простейший пример дригодической системы. Значит, давайте прежде чем доказать какие-нибудь следы для этого речем. Ну, первое следствие, что если помегриарин, помегриарин недависимый, то в этом случае в этом случае ФиАЦ заполняет фрикторию ФиАЦ заполняет ТОР ТМ в сезду плода. ТОР 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 ТТ ТВ ТВ Как это следует? Вот отсюда. Да, это хорошо. Не, не, это будет пользоваться, чтобы сформулировать телем, я еще не доказывал. Тогда доказывать не будет. Ну да, это работает так, что интуиция опирается на вот это, а когда встает, то использует вот это, чтобы получить вот это. Ну смотрите. Ну ладно, что-то. Что это? Что в разных странах? Ну, не раз. Ну, не раз. Ну что, временной средней работы на среднем? Да, да. А почему-то их появится заплатно. Ну то, что я РУД сказал, какое-то, какое-то такое рассуждение абсолютно на интуитивном уровне, не имеющего ничего значения. Какого значения некоторых сроки? Чтобы как-то оправдать, что-то я могу сказать. Ну давайте пока что тесты выведем. Ну, смотрите, пусть. Давайте, давайте докомкажем. Слушайте, вот этот вот плавок пока что главное для теста этого, но он ведь уже плюски ноль оставлен. Значит, это доказательство сверху. Давайте ну давайте пусть пусть кто говорит не всюду по дна. Что значит, что это и второе не всюду по дна? Пусть нет, это не всюду по дна. Тогда существует какое-то множество А открытое. какое-то такое, что фиа Т не принадлежит А ни при какомстве. Значит, ну вот у меня мое множество А что значит, что траектория не всюду по дна. Значит, что есть что-то множество, оно там, наверное, не такое, какое-то очень маленькое, так? Но мимо которого траектория моя фиа Т всегда промахивает, потому что он очень близко подходить, но никогда в него не залей. Так? Но если такого множество не существует по определению, значит реакторию все забавно. Хорошо. Ну пусть такое множество существует. Теперь нужно посмотреть на теорему. Какую нам функцию выбрать, чтобы теорема разорвалась? Ну вот смотрите, если здесь функция f такую, что, скажем... А, так. Давайте я немножко сейчас встречаю председание. Я это вообще нехорошо сделал, потому что я про функцию f вообще ничего не сказал, да? Я приводясь на непрерывно. Давайте скажем, что f это непрерывно. Сейчас будет достаточно. Это непрерывно. Возьмем функцию f и это равное индикатору у нас слова. То есть единицу, если... Значит... Что такое индикатор? Это как обычно. единица, если x не принадлежит a и 0 если x не принадлежит a так? Собственно, вешаем вешаем единицу на а. Возьмем функцию, да? К чему ее временная синенькая будет романа? К чему ее временная синенькая будет романа? Ну, конечно, потому что временная синенькая значит, это функция f Фи никогда не завязает и никогда не завязает, значит у нас всегда равен 0, правильно? Ну, пространство населения, пространство населения, чему будет равно? Оно будет равно 2 ме А, просто надо пространить, да? Ростоми А. Да какая распредельная ма, что это мероприятие его положить, правильно? Все, противоречия. Противоречия. Да, вообще-то всегда можно вывести упражнение, которое вначале равен, для случая n равен 2, но можно, по-моему, убивать. Так, хорошо, то есть, теперь мы поняли, что обмазка против силы плана. Давайте еще одно следствие изучим, при динамику. Деревчатый плана. Значит, тариктория плана в следствии 1, а еще тариктория... Тариктория равномерно распределена. Тариктория в следствии 2, а еще тариктория. Тариктория равномерно распределена. Тариктория равномерно. А, только одна часть, получаю. Так, стал А от Т делить на Т стремиться к мере Т делить на 2-ти примера. На мере А делить на меру Ротова. Что и что? Пал А от Т это время, которое траектория Фи от Т проводит в множестве А. Значит, на отрезке 0 Т. Понятно, что я имею в виду, да? Я протрирую отрезок на Т, значит, напрямую интервалу на Т, и включается туда вверх в этот момент, когда траектория закроет 0,2. Когда выходит, выключается. Значит, сколько на тепло, это вот есть. Вот это вот множество. С ума, так? То есть сколько траектория проявляется 0,2. Я делю на Т. Что это значит, что я делю на Т? Это значит, что я беру относительное время. То есть процесс времени, который я провожу на самом множестве. И он стремляет дальше. Гребен бесконечности. Длинную интервалу бесконечности. Потому что я хочу понять, как траектория в траектории идет, а не только в первые 20 минут, которые я делаю. Так? Значит, окажется, что я провожу в множестве а столько времени, какова относительная мера множества а. То есть я беру сонкузную. Мера множества а делю на меру кора. Собственно, получается процент площади, которая занимает множество на коре. Вот это не вопрос. Вот. Вот. Это, собственно, значит, что траектория в раме устроена. То есть она проводит времени в множестве столько, а какова доля объема этого множества в объеме устроена. Так. Давайте. Давайте. Это докажем. Докажите, что следствие два. Так, мне на это просто зависит. Не. Мера не бегает. Мера всегда. Просто. 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 Не. Мера, конечно. Конечно. Мы ведем какую-нибудь другую меру. То условия не могут быть выполнены для двух существенно разных мер. Потому что если каталин задает меру лебега, потом мера, которая в одной части тоже серьезно сочетана, в другой не серьезно сочетана. Ну и отношение просто будет разное. Вы не можете тогда меру с двум разным числом. Разные. То есть ты можешь доказать, что следствие два. Начинается доказать. Сочнее так же. Да. Опять идем индикатор 0,2. Индикатор 0,2. Считаем временное среднее. Что это такое? Значит, давайте не временное среднее, а считаем такое, так сказать, временное среднее до предела. Вот вот это вот причину. 1 на t. Это 1 на t. Если играл от 0 до t. Это Pst. Это Pst. Это Pst. Это Pst. Dt. Чего это было? Она одна единица, когда PFT лежит в А, правильно? И наоборот, когда PFT не лежит в А. Это есть в том числе номер, который отключает. Здесь просто САУ А. Здесь просто время, которое я провожу, с которой территория проводит множество А на объект 95, правильно? Да, да, спасибо, правильно. Но теорема нам что говорит? Теорема нам говорит, что это дело сходится к пространству среднему. То есть это дело сходится к пространству среднему. А его мы уже считали. Его мы уже считали. Получилось просто мера 0,2. Мы его только неправильно считали. Потому что мера 0,2. И еще вот на этом определить забудем. Ага, две степени она. Но две степени она это есть мера, это есть мера полосовства. Скоро пронизал в определении ею. Так, что он? Понятно. Действительно, в траекторах участвовало мера 0,1. Так. Ага. Хорошо. Компания, который это длит. А у нас доходи время до 9, да? Мы что? Нет, вы уже просто разрели, говорили, что все умеют. Ахахахаха Мы постараемся, постараемся исследовать, как мы все готовим. Вот смотрите, первая задача. осознаем, да, то, что вот из этой теоремы можно увидеть такие вот следствия про динамику и, собственно, на самом деле здесь есть такая идея, которая будет очень полезной, что как заключить что-нибудь про динамику? Нужно взять какую-нибудь убегаемую, какую-нибудь функцию f и сочетать ее значение на динамике, так? И вот зная, зная, как придет у себя вот такая вот штука, мы можем делать разное течение про динамику Собственно, что вот эта функция называется обычно «наблюдаемая» в этом контексте Я даже не пишу опять «наблюдаемая» Потому что, собственно, тут такое название Но откуда, что, когда у нас есть процессор, как правило, вы наблюдаете, но вы наблюдаете, что нет его средств Например, там, не наблюдаете, как фотоны летят, но вы наблюдаете, как из-за этого нагревается, скажем, нагревается, нагревается, на какой-нибудь, на какой-нибудь, так? Все, можно считать температуру, а температура, то есть «наблюдаемая» Хорошо Следующая задача Достаточно известная, на мой взгляд, симпатичная задача Значит, я предлагаю вам над ней подумать Потому что сходу ее, на мой взгляд, сложно решить А в следующий раз мы ее исследуем Значит, рассмотрим Казалось бы, в чем мы с теми задачами В том, что, казалось бы, она никакого отношения к тому, о чем я говорил до этого не имеет Ну, вот, оказывается, что имеет Рассмотрим Значит, 25 диньен, где он прибегает центральный чисел То есть, возьмем первые цифры Первые цифры 25 диньен Значит, ну, что это такое Там, где она съела на нулю, единица Там, здесь, двойка Потом, четыре Потом, восемь Потом, шестнадцать Это, значит, опять один Потом, третий Два, значит, три Шесть Ну, и так далее Вопрос Что чаще 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 Ну, подставка первая, я уже сказал, что эта задача непосредственно оснащить ответ в теореме. Вторая подставка, что здесь нужно взять n равное 1, то есть просто окружность. Вот, а третья подставка, я расскажу ответ, и из-за ответа можно верить, как я делаю. Значит, ответ 7 получается чаще в такой вот числораз. Десятичный алгоритм 8 минус десятичный алгоритм 7, делительный десятичный алгоритм 9 минус десятичный алгоритм 7. И решение с вами на сочной версии. Подумайте к следующему разу. А такая мелкода придется от других врачей? Да, конечно, можно не 7 или 8 врачей, пожалуйста. Да, пожалуйста, да, пожалуйста. И ответ изменится в соответствующем. Так, ну хорошо, смотрите, это такая игрушечная модель, собственно, какая-то непонятная подозревшаяся флота. На целом симпатичная, но чего-то зачем непонятно. А, подожди, я собрал задачи ехать, а мы еще теорему придумали. Нет, проблема. Значит, давайте докажем теорему. Ну, такие теоремы обычно доказываются одинаково. Нужно сначала взять какие-нибудь хорошие функции, для которых все просто. Потом функции чуть посложнее приблизить с хорошими, а функции еще посложнее приблизить с предыдущими. Вот такие хорошие функции, для которых мы легко посчитаем временное средение и пространственное средение, и которым можно приблизить все, что вам будет нужно. Вот такие вот. Значит, давайте выберем первый шаг. Пусть вверх и просто комплекс неспонят. Слушайте, я представляю, что есть различные функции, но, в общем-то, не нужно, чтобы нам действительно это очень много комплектов. Так, ехать в степени и фи умножить на k. Значит, k плюс zd. И так далее, то есть фи умножить на k. Тогда давайте посчитаем... А, сейчас, сейчас, сейчас. Да, это правильно, правильно. Давайте здесь посчитаем пространственное среднее. Пространственное среднее. Здесь есть два случая. Нет, давайте, значит, давайте мы проделим случай. Значит, первая ситуация, когда k равно 0. Это выделенная ситуация, да? Тогда f просто равно единице. f равно единице. Да? Значит, ну тогда, естественно, пространственное среднее f равно единице, это временное среднее, но тоже единице, потому что я инфигрирую единице от 0 до t и на t делю. Да? То есть равно временное среднее. Все, все хорошо. Теперь соберем, например, в случае, когда k равно 0. Тогда пространственное среднее чем равно. Нужно инфигировать. Или нужно не крепить. Или нужно не крепить. Так, и все. Почему я инфигратору, а комплексный инструмент? Ну, не люблю. Так, получается такая, собственно. Собственно, что мы имеем. Это есть 1, 2, 3dm. А вот это вот экспонент у нас разваливается, собственно, там написано. Она разваливается на произведении экспонента, так? Так, есть интеграл от 0 до 2, 3dm. Если перейти в хайл D1, 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 так? И так далее, до 100. Интеграл от 0 до 2, 3dm. И A1, D1, D1, D1. Правильно? Но это интеграл с периода. Все время закончилось. Правильно? Каждый экспонент. Так, хорошо. Давайте начинаем. Временное слияние. Временное слияние. Временное слияние от феноли. Интеграл от 0 это t. f от f от f от f. Нужно написать, так? Соответственно, я пишу f в степени и х. И множить от f от f. Это что такое, обнованно написано. Это слияние от f. Соответственно, это будет временное слияние от феноли. Временное среднее от феноли А, на скотинь, да Ну, собственно, все, что получается Получается, что вот это шлифт выносится за интеграл Есть степень ИК и феноль Делить на, ну что, делить на К на омегу Ну, здесь включается Е в степени ИК омегу Т Минус один Правильно? Ну, сейчас просто-просто взял предыдущий, взял такую простую штуку Ну, смотрите Вот так, что как Т не зависит Эта штука что, не равна нулю Эта штука не равна нулю, причем потому что частота не зависит И вот здесь, вот здесь, сейчас используется не только две частоты Только здесь, но вот здесь она нужна Да, вот здесь вот, вот эта штука ограничена Правильно? Потому что объектный экспонент, это единица Я ограниченный пункт и делю на 3, который я делаю 5 И то, что я делаю бесконечности И это дело, что уходит в ноль Так, ну мы опять видим, что это временное Теорема равна нулю или пространство теорема равна нулю Замечательно, собственно, для спортеоэффективных экспонентов Теорема верна Что нужно дальше сделать? Дальше приближать Приближать к более сложной функции комплектным экспонентам Сначала мы заметим, что Теорема верна Для линейной комбинации комплектных экспонентов Сумма ЦКТ ЦКТ Вех степени И ФИ Умножить на КАТА Вех степени ИФИ КАТА Значит, цКТ в 5 реконструктах ЦКТ Всегда заходи в КАТА Но только мне сумму нужно брать конечную Так, если сумма бедренечная Там предполагается Вся засходимостью Будут возникать и прочие дела Поэтому Давайте я запишу так Скажем Норма Как и норма вектора Так Конечная равна какого-нибудь Какого-нибудь стен Так как Таких целочительных Экзоров Х Сконечная кислота Это сконечная сумма Она играющая по линейности Временное терение Это линейные функции Естественно Так, потому что она просто Не плачет Он линейный Расторганское терение Он тоже просто интеграл Поэтому это линейные функции Поэтому по линейности По линейности Вы получаете теорию Журнальную Таких функций Вверх Ну И третий шаг Третий шаг Скажем Что Посмотрите Предвольную Непрерывную функцию Непрерывную функцию Догад Что известно Изведено что Существует Такая функция П Тридематрический Ногосель Тридематрический Много семь Тридематрический Ногосель Это, собственно, функция вот такого вот вида, да? Линдрический нагощен, такое же что? f от φ минус qr от φ меньше чем ε на 2. Существует правительность для любого ε. Существует свой гиндрический нагощен и это надо все равно видеть. И это верно для любого птица. То есть этот гиндрический нагощен, я могу приблизить любую неправильную функцию сколько угодно точно. Равномерно причем, так? Почему? Потому что мы живем на платарке, потому что у нас анатолия. Это я им лично, собственно. Дальше доказательство строим просто и, собственно, обычно. Мы вставляем разность временного среднего и пространственного среднего. Мы вставляем эту разность. Эту разность на тригиндрическом нагощене P. Смотрите, мы вставляем во временное среднее. Без временное среднее тригиндрического многочлена. Так? Плюс пространственное среднее P и пространственное среднее тригиндрического многочлена. Ну, еще нужно рассмотреть разность вот этих двух, да? Временное среднее минус пространственное среднее, да? Мы здесь первое сено. Ну, что мы имеем? Это коронавлю. Это из пункта 2. Потому что для гиндрического многочлена мы все сделали. Эта штука. Эта штука. Смотрите, это просто изыграл от функции, так? Изыграл от функции. Из вас функции заставили не больше, чем всего пополам. Мера конечна. У вас интегрирование ограничено. Поэтому эта штука, она не превосходит просто и все пополам. Почему то же самое и все пополам, а не все пополам, но все константы? Потому что мы нормируем везде все эти интегралы, так? Ну и вот здесь то, что нам надо. Получаем, что в итоге вот эта вся штука меньше, чем x, иначе максимум. Эта штука будет белая и все. Ну отсюда следует, вот у нас просто что. Беременное среднее f равно ее по странному среднему. Понятно, да? Здесь совершенно совершенно стандартная технику. И четвертый пункт. Это, извините, я сформулировал теорию антегрированные функции. Антегрированные функции можно приблизить непрерывно. Значит, приближаем, приближаем f непрерывно. Собственно, это делается точно так же, и это не стандартная технику. Так, ну и все. Видите, здесь, извините, состоит в том, что для гимнастических многочленов все очень просто. У нас все интегралы едем очень правильно. А для пунктов более сложных мы приближаем к гимнастическим многочленам. Ну хорошо, значит, давайте закончим с этим примером. Собственно, пока что действительно непонятно, откуда вообще взялись эти обмоки флора. Зачем они нужны, кроме как симпатичный пример. Но так кажется, что это связано с гимнастическим заметным более трамплажным и интересным. В связи с включающейся гладиероспитивностью. Давайте, давайте, что вот, перейти дальше дальше. Все-таки делаем еще последний шаг, последний шаг вот в этой модели. Теперь, что мы знаем? Мы знаем, что пространственное оселение равно временному среднему. Я по такой форме напишу, что наш интеграл от F от T до T сходится к пространственному среднему. Так? Просто так включу для этой использования временному среднему. Я это как-то перестал понимать, что частотная мега независимая. Но я это не буду писать, и я это задеваю. Пока что. Пока что. Скорее всего, на этой модели. Значит, вот еще раз нужно повторять вопрос с какой скоростью. С какой скоростью. С какой скоростью. Нет, нет, это необходимо. Что значит, что здесь пойдет и скоростью? Нужно из этого вот это вычесть и при этом нет. Вот его по размеру объекта. Значит, давайте мы это сделаем, но только сделаем это для n равного единице. Потому что для n равного единицы это просто. Слушайте, когда у нас F просто принадлежит то равномерному, потому что есть то же самое, что он и есть. То есть S. Так, давайте сочетаем разность. И, собственно, это фонарь для дальнейшего. Минус пространственное среднее. Так, а пространственное среднее это что в этой ситуации? Пространственное среднее это и есть просто Фи от Т это что такое? Фи от Т это есть Омега Т плюс Фи 0 Омега Т плюс Фи 0 Так? Значит, вот это вот Омега про правду, вы что надо знаем? То есть, если ты не знаешь, что ты не знаешь, ситуация одномерная, это просто означает, что Омега не равно на юблю. Да? Просто Омега отлично от гуля. Таким образом, вот здесь вот я просто перебиваю по окружности один раз, так? А здесь я жена ему там на каком-то углу фигмаль и дальше я еду по окружности вот с такой вот скоростью вот сквозь Омега, я все равно, все равно, попрячь не выбиваю шам окружности, только можно там ворота сделать, делаю очень много, которые будут большие, так? На этом нефтер, на этом нефтер, а темно нефтер. Поэтому, давайте мы просто рассмотрим отрезок 0, и посмотрим сколько раз сюда зводил, сколько раз таки угреет. Ну, вот он, скажем, вгрес N1, то есть, вот здесь вот находится числение, N разница, да? Ватикара. Число 2 пикар, а 2 пикар плюс один находится уже в 2 пикар плюс один. Как считать на максимальное число, сколько максимальное число пикар, которое можно соответствовать на c. Значит, из этого расстояния 2 пик минус t, получается меньше, чем 2 пик. Иначе можно засунуть еще один в печальный период. Собственно, все совершенно верно. Хорошо. Давайте теперь... Так, сейчас... Сейчас, сейчас, сейчас... Мне кажется, сейчас, кажется, немножко... Немножко вру. Правильно, да, да. Я вошу по себе нежность. Я вру, потому что нужно было сначала замены переменной сделать. Ну, давайте, давайте... Ну, все равно, мне нечто похожее, похоже на его не делать. Значит, давайте сначала... Для предупреждения есть такой некоторый счет, но от него совсем никуда не держится. Давайте вот эту штуку заряд обозначим. Собственно, я просто хочу ее... Хочу, например, негулирование моё заменить. Значит, а... Что получается? Получается... Один, видите, на форме ГТ... Так. Правильно? Интеграл от нуля... Теперь... Не от нуля, а... Финоль... Знаете что, давайте, чтобы еще 2 больше, я положу финоль в равном дыру. Хорошо? А финоль ничего не изменится. Просто что-то написать. Значит, так, финоль... Финоль в равном дыру. Вот. Финоль ничего не изменится. Вот. Так вот. Эээ... Стоять из металла от нуля до... А... До... Чего? До... До... Ф-ф... Эс... Дэс... Да? А здесь один из металла ульяра Си Он из металла ульяра с двух пи Ф... Ф от Пи до Фи. Так. И вот спектр то же самое, что я говорил до этого, только здесь не Т, а 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 здесь не Т, и здесь не Т. Значит, смотрите, я вот этот Т я сконфлинировал, не запихиваю, потому что можно больше для периода, и рассмотрим, у чего осталось. Получается вот так, 1-0, ам.Т, и интеграл от 0 до 2pk, а вы теперь будете писать не Т, а плюс интеграл от 2pk до ом.Т, Ф от Фи до Фи, значит, я вот это, чтобы я писал, ну и минус 1,9 на Фи, и запирал 0,5 до 2 Фи, Ф от Фи до Фи. Значит, давайте избавляться от лишних частей сразу тоже. Значит, что есть сразу выкинуть, сразу сказать, что выкинуть. Почему ее выкинуть сможем? Сможем, вы уже отключите, и еще нет. Вот такая штука может просто выкинуть. Да, давайте про функцию я опять запущу на дисклей, давайте теперь что-то подразумеваем. Ну, смотрите, как я К выбрал. Как я К выбрал. Я К выбрал как максимальный период, который может влезть в отрезок от 0 до 2 ГТС. То есть вот на это расстояние 2 К минус 2 ГТС меньше чем 2 Пи. Поэтому вот это вот на дисклейал, и дисклейал подразумевает более чем 2 Пи. Да? Значит, с ограниченной функцией. Это не больше, чем константа, которая никак не зависит от этого Т. Но я на Т вот делю, как и с конечностью. Получается, ну и все. Поэтому эта штука, она зависит от 0. Поэтому остается осуществить разность вот этих вот двух объектов. Я утверждаю, что их разность, она тоже стремительный люк. То есть то, что у нас стремительный люк, это понятно? Потому что мы по теореме знаем, что это стремительный люк. Но я чувствую, что согласен, что нет. А можно что-то задумываться? Так. А почему это константа, которая не зависит от Т? Я могу ограничить сверху константы, которая не зависит от Т. Потому что... Но константа же зависит от того, ну то есть где мы ограничиваем. Но у нас как функция на отрезке? Да. А отрезок зависит от Т. Это не зависит от того, что мы взяли от два объектов. 2 ПК делаем ДТ. Это Си ДТ. По модуля. Меньше всего равно, чем ОМИ ДТ минус 2 ПК умножить на константу. Но константа это есть. По максимуму F на отрезке, которая зависит от Т. Вот. А это имеется в виду одно, чем ОМИ ДТ минус 2 ПК. Да. А букву Т почему Т не зависит? Потому что отрезок зависит от Т. Нет, Т сейчас. На максимум F. Если это ничего не зависит. Правильно? Максимум F. Максимум F. Это F. F принадлежит на ОМИ ДТ. В основном. Да? Угу. Значит. Вот смотрите. Это мнение только разное. Но видно, что она близка. Почему? Потому что ОМИ ДТ. Значит. Что вот здесь происходит? Вот здесь. Я пробовал просто К раз. Считаю, идет тоже интеграл. Да. Отрезок двух П. Потому что это по периоду. Я вообще обращаюсь по периоду. Вот ОМИ ДТ при этом близко в 2 ПК. То есть в каждой категории остается примерно в 2 ПК. Давайте немножко аккуратненько. Что получается? Что получается? Получается. Это. А. А. Видит на ОМИ ДТ. В угол 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 ДТ. От нуля. От двух ПИ. ДТ. В угол ДТ. В угол ДТ. Для того где. Так. О,워요? В угол ДТ. Все согласны, да? Потому что здесь просто есть интеграл по периоду для каждого караса. Поэтому то же самое, что как-то караса интегрирует по одному лигу. Так. Ну хорошо, собственно, остается нам... Обсадить, что он остается? Обсадить, что это квадратно. К делить молоку ГТ минус один один на двой пи. Так. Ну это и все такое отличное. Собственно, два пи в молоку ГТ, а здесь два пи на минус молоку ГТ. Это дело меньше либо равно по модулю, чем что. Вот, кстати, вы воспринимаете, что два пи, это точно доставка, что ОМГТ. Здесь два пи, два пи, ОМГТ, значит, все равно один делить на ОМГТ. Так. Ну и тем самым вот эта вот разность. Смотрите, интеграл опять же от 0 до 2 пи от пункта системы ограничен 0. Фи. Смотрите, в модуле фи умноженное 2 фи. Эта штука меньше либо равна, чем константная. Здесь на ОМГТ это... Так, два пи. Все. Значит, того скорой исходимости, скорой исходимости один один на двой пи. Давайте заговор, что мы получили утверждение 1 делить на Т. Интеграл от 0 до Т. Временное среднее только до диасеки предела. То есть это Пи от Т ДТ. Минус пространственное среднее. Минус пространственное среднее. Минус пространственное среднее. Минус пространственное среднее. Константа на ОМГТ. Константа от чего-то и константа зависит от пункта F. Фи от Т, это есть ОМГТ плюс фенолин. В общем, на 2-е нужно значить. Вот. Такое вот... Собственно, видите, на самом деле на доске это получается достаточно муторно. Особенно вечером. Но догадайся-то, догадайся-то, но для себя ничего совершенно не представляет. Просто записываю, что такое функция F от Т. Это есть ОМГТ плюс фенолин. Заменяю переменное интегрирование. Дальше я понимаю, что вот здесь я обращаюсь по одному и тому же периоду за очень много раз. А здесь я по этому периоду только один раз пробегаю. Поэтому нужно оценить, так сказать, вот здесь лишнее, то, что я не довернул до периода, но это лишнее, оно маленькое, потому что оно убивается от 1,9 на Т. Собственно, поэтому скорость ходимости есть 1,9 на Т. Вот и все. Хорошо? Теперь тогда перейдем к следующей системе. Давайте рассмотрим вот такую вот систему. И с точкой равно F от Фи от Фи. От Фи точку равно памятное. Значит, что такое? Что такое? Здесь I. Это будет функция времени, которая действительное назначение действительных числ. Давайте про F считать, что давайте для простоты считать, что она непрерывна. собственно F функция мотория в действительные числах. Ну а Фи как всегда Фи как всегда координат в моторе. Фи координат в моторе. Омега равно Омега И. Омега Н. И частоты Омега И независимы. Частоты Омега И независимы. Что это такое за система? Смотрите, что происходит. Здесь некоторые странные координаты. Фи это координат в моторе. Фи координат в моторе. А почему я букву I обозначаю еще координат в моторе. Это может выглядеть совершенно необычно, но причина на это станет ясно сложной. Есть, так сказать, широкий план систем, которые у меня похожи в виду. Это просто стандартное обозначение координат в моторе это Фи. А координата на R это это I. Да, значит, сейчас давайте-ка немножко обобщим эту историю. Или наоборот. Простим, сейчас, что я хочу. Сейчас, что я хочу. Так. Давайте давайте обобщим эту историю. Пусть у меня Фи Угол в моторе размеров С1. Это та ситуация, которую мы последние рассматривали. Значит, что значит, что это независимо и так далее. Это просто означает, что огнение 1 от 0. Огнение 1 от 0. Так. Смотрите, что мы умеем. Огнение 1 от 0. Еще я хочу этот взгляд изменить. Я хочу всегда ефсилон поставить. А ефсилон будет много меньше единицы. Значит. Давайте, чтобы помешивать такое, сперва положим ефсилон равный 0. Эфсилон равный 0. Тогда вот у меня время Т. Вот у меня И. Но И это будет вот такой констант. Да, будет просто равна равнать 0. А теперь давайте давайте посмотрим, что такое происходит при ефсилоне при ефсилоне упор еще 0. Значит, тогда мы начинаем изменить И согласно вот такому вот уравнению. Согласно вот такому уравнению. И в каком-то смысле вот это уравнение медленное, а вот это быстрое. Почему медленное и быстрое? Потому что, опять, вот здесь вот скорость имени ефсилон, здесь скорость имени 1. Значит, чтобы это было выше видно, можно время заменить. Время заменить. Давайте мы скажем, что ну смотрите, вот чтобы И изменилось на величину порядку единицы. Нужно сколько времени ждать? Ну смотрите, это время порядка единицы и изменяется на ефсилон. Значит, чтобы заменилось на величину порядку единицы нужно сколько ждать? Ну, ефсилон и быстрее. Да. Поэтому давайте введем в медленное время Ау, которое равно ефсилон Д. Это называется медленное время. Вместо того, что она течет медленнее, чем время Т. И тогда тогда все по минутке времени, за которые, собственно, увеличена И может существенно измениться По t это равен минус первой, а по tau это время порядка единицы. Когда t равен минус первой, значит tau имеет размер один. Поэтому в этом времени просто удобно и неудобно работать, потому что нужно не очень длинно рассматривать это в порядке единиц. Давайте запишем в этом времени наше уравнение dI по dt, почему мы работаем, это то же самое, что dI по dt, но еще нужно dt по dt, так? dt по dtу это значит, не правильно брать dI по dt, но dt по dtу. То есть x на минус первой нужно умножить. И с точкой умножить на dT по dtу, так? Собственно, здесь dT по dtу, то есть t на x на минус первой и tau получилась, dT по dtу то есть x на минус первой, а из точкой это вот этот штук получит простая партия. И что нужно? Это правильно, причем потому что теперь за единицу времени tau и изменяется на международные единицы. Вот это. Правильно? Значит, а фи с точкой, значит, dT по dtу. История аналогичная, там есть x на минус первой и получится x на минус первой и я имею в виду. Вот. И вот здесь. Теперь немножко лучше видно, что происходит. Смотрите, давайте нарисуем в отях в медленном времени tau. Значит, что происходит с i. Если епсилон равен нулю, тогда уже ничего не происходит. Тогда епсилон маленький, и меняется согласно вот такому дисфинтальному уравнению, согласно функции f. Но функция f чего раздается? Она раздается только от фи. Так, а как фи удовольствует? Собственно, решение этого уравнения очень просто. Это, фи от tau равно епсилон минус первой от tau плюс фи ноль. То есть что происходит? Мы вращаемся по кругности с чрезвычайно большой скоростью. Очень быстро вращаемся на кругности. То есть за единицу времени tau фи делает в порядке епсилон минус первой от оборотов по окружности, и где она находится, разрешается в таком количестве. Такая практически случайная величина. Так? Поэтому функция f в течение времени очень быстро растерлирует. Вот f от фи. Как фи очень быстро растерлирует, в порядке быстро растерлирует. Поэтому мы имеем некоторые вот такие вот колебания. И то ли они остаются рядом с этим значением и ноль, то ли они куда-то уходят. Но что нам интересно? Нам естественно, вот, знаете, с вами не интересен общий тренд. Как тебя ведет и? Как тебя ведет функция и? Потому что, знаете, отливание играет роль некоторого шума. Нам интересно, что после этого происходит. А так, после этого устроено вот так. Но смотреть на эту систему достаточно сложно, потому что отловить вот эти вот быстрые аспириации очень сложно. Поэтому нужно эту систему как-то упрощать. Что хочется сделать? Хочется вот эти вот шумы убрать, вот эти вот быстрые аспириации убрать, и оставить только вот этот, так сказать, главный тренд. И только за ним и следить. Собственно, вот эти системы, это, опять же, очень упрощенная модель. Но дальше я ее буду усложнять. И такие системы действительно часто в жизни встречаются. Когда у вас есть такой очень быстро аспирирующий процесс, и есть такой вот не в пределах грязи, и так нужно понять, как он себя ведет. Понятно, что я сказал, для меня? Да. Или нет? Или нет? А как это действует общая цена? Что выясняли? Как это общая цена? Вот. В этом стоит задача. В этом стоит задача. Как нам пойти к системе, да, чтобы мы поняли, что происходит? Значит. То, что это то, что я не начинаю и собираюсь сказать. Усредненную систему 1. Вот эту систему я буду назначать 1. И работать я все-таки дальше буду в основном в быстром времени. Медленно. Мне иногда удобнее. Пока я не могу показать, что происходит удобней. А работать мне надо было в этом том, как все осталось, как у кого-то другого. Значит. То, что я имею в виду. Я не буду называть А1 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 которая не зависит от времени, умножить на еселон, береговая. Что это значит? Я взял эту систему, выкинул из нее быстрое уравнение, оставил медленное уравнение, и усоединил по углам, усоединил по другим переменам. И вот оказывается, что это уравнение описывает очень хорошо решение манилицовой системы. Что значит описывать? Описывает поведение только медленных перемен, вот эти переменности, которые меня интересуют. Описывает с точностью еселон, причем на всех временах. А решение вот этой системы, оно же очень просто устроено. Это же просто что? Просто G от T, оно G от 0, плюс Эселон, если мне не не ехать, то это просто константская, а это просто константская, вот это вот, умножить на T. То есть это означает, что картинка, на самом деле, рассматривается вот так, что у меня есть величина, которая меня интересует, и от T. И она теперь ведет следующим образом. У меня есть такое значальное значение, и от 0. Она теперь ведет просто линейно, просто линейно, как G от T. Вот это вот прямая линия, то есть G от T. Но вокруг этого дела есть еще какие-то колебания, порядка вокруг прямой, и какие-то колебания рядом по еселону. То есть она решит, то есть, современная I живет всегда вот в такой вот окрестности, окрестности получения с еселон, просто от прямой линии G от T. Собственно, в соответствии с этой же G от T, то есть вот этот вот самый главный край, который мы хотели выйти. То есть мы играли из-за шумов, посредством утренения. Понятно, да, что произошло? Вот. Собственно, в таких процессах, как правило, нас интересуют медленные переменные. Я так термологию употребляю, а это, что я не сказал, большая разница. Собственно, им называются медленные переменные. Медленные переменные. АП быстрая. Потому что Фи меняется быстро. Здесь это скорость единица, АИ меняет медленность. Здесь это скорость епсилон. Выглядит именно на времени. Фи меняется скорость еселону с первой, АИ в скорости единицы. Нас интересуются, как люди немедленные переменные. Но мне кажется, что его можно достаточно точно описать системой, которая гораздо проще исходной. Просто вот такая. Она проще хотя бы потому, что на самом сравнении гораздо меньше стало. Здесь-то исходная система сейчас была не очень сложная. Потому что ее тоже можно было явно решить. Просто взять интеграл нуля-то Т. Вот это вот штуть ся. Потому что вот Фи тоже здесь считается просто. Но в более сложной ситуации, когда мы перейдем дальше, это очень сильно упрощает систему. На самом деле. Такая вот передвигательная. Давайте, давайте докажем это утверждение. Так, чтобы не стоить, давайте рассмотрим. Вот мне кажется, что в одну строчку. Давайте просто посочетаем, потому что она у нас не нужна. И от Т. Что такое ОИ от Т? Это есть вот отсюда вот. Это есть просто интеграл, от нуля до Т. Да, и вот сюда сразу перед модулем поставлю ε, потому что он приблизительно и в G. Значит, интеграл от нуля до Т. От F от F. От F до F. Так? Я просто интегриваю по времени вот это вот. Вот это отражение, учитывая, что F зависит от F. Так. Ну, потому что язык от F очень по времени, очень просто. Все так же, как и было. Вот так. Можем быть F плюс F. Правильно? Ну и все. Вы нашли сумму из Т за модуль. Получаю. Получаю. Здесь он поделить на Т. Нет, потом. Если примем Т, я помножу на воду. Вот так. Эксилум Т. Др. Минус. Среднение Эфа. Так. А что дальше? Что дальше? Прямо за скину здесь ничего дальше. На центральном. Вот. Сделать немножко. Ну что это? Это же то, что происходит в временном среднем. Это процент на среднем, которое у нас происходит. Меньше либо одно. Эксилум Т. Что там? Из константы, которые вы видите в пункте вверх. Делить на ОМДТ. Равно Эксилум Т. Делить на ОМДТ. Все. Видите, это действительно они друг другу мысли. Вот. И это получается изоценка, которая заходила при временном среднем к астаматному среднему. Да? Условно-периодических. Движения Д. Анатолия. Анатолия, она оттружит. Да? Потому что в многомерном случае, конечно, здесь все сложнее. Так. Просто это не получится. Вот. Таким образом мы научились в простейшей ситуации избавляться от быстрых поливаний. Извините, или нет, исходный уровень у нас соединенным. Но стоит вопросом, в более сложной ситуации это работает или нет, или нет. А какие здесь естественные постановки более сложные? Ну, например, какая постановка? Смотрите, что я хочу сохранить. Я хочу сохранить по-прежнему медленную переменную и быструю переменную. Так? Никто не говорит, что медленная переменная должна быть одна и быстрая переменная должна быть одна. Теперь И будет принадлежать, по-прежнему, РМ. А Т будет принадлежать сторону. Размерности ТМ. Вообще-то, размерности тоже могут быть разные. Значит, по-прежнему я хочу, чтобы здесь только И. Эпсилон Ф от Т, но никто не сказал, что в этой помнете должно быть только от быстрой переменной. Но вообще-то, я думаю, медленной переменной тоже может зависеть. Так? А быстрая переменная, она равна по-прежнему Омике, значит, в Омике. Но Омега, в принципе, может зависеть от медленной переменной. Плюс Эпсилон Ж от ФИ и И. Значит, здесь что есть что? Здесь есть Ф, это есть функция из, значит, ФИ и И, кому-то нельзя. Они пригодятся в размерности М на РМ в то, где живет И, то есть в РМ. А, значит, у Эпсилон Ж отображающая Р, то есть функция отображающая Р от М, собственно, в РМ. Так, ну и Ж отображает Тор наш на РМ в пространство ЛОВ-ФИ. В РФ, куда там, РФ, в РФ, в РФ, в РФ, в РФ. Так, ну, про функции продолжаем предложение, что они на все значные глотания, если хочется, даже пусть будут ограниченными. Что хочется предложить про моему? Чтобы была надежда, что все это заработает. Но хочется предложить независимость человека. Но частоты вообще-то теперь зависят от временных переменных. Поэтому хочется сказать, что они независимы, например, при всех временных переменных. Но в жизни такое бывает редко, и те значения частот, когда компоненты, которые в РФ становятся зависимыми, называются эконансами. Это произойдет всякие чудеса, но об этом, я надеюсь, еще поговорим. Значит, собственно, вот в этой системе, видите, это, кстати, не ревналок вот этой системы, а только более сложный. Чего здесь еще, чтобы получить такой практически полный облачный, хочется вычислять это вот так вот, да? Но тогда все будет плохо, потому что, если у вас чистота у нас превращается, значит, вы будете заходить постоянно, и тогда будет черное что-то. Но это, наверное, причин, по которой такие системы плохо рассматривать. Значит, что нас эта система интересует? Давайте попробуем систему 2. Нас интересует, как вы ее упростите. Собственно, нас, вот, наблюдаемый процесс, который нас интересует, это вот так что-то шутки, это наши медленные переменные. Значит, мы хотим понять, как вот эта вот речь, как вот эта вот речь устроена, как ведет тебя, как ведет тебя процесс ее упростя. И это некоторое внутреннее дело процесса, которое нам в большом случае совершенно не нужно. Ну, вот, например, вот всякие механические системы, который играет какие-то значения, которые у вас есть, типа энергия, там, температура, еще что-то. А все это некоторое внутреннее дело, внутреннее дело, которое мы, на самом деле, не видим, когда берем руки. Соответственно, хочется вот эту систему упростить, потому что она сложная, и компьютеры такие системы считают плохо достаточно. Почему? Потому что нужно ждать очень долго, чтобы процесс запустить. Или же нужно перейти, ну, потому что нужно ждать время, поэтому они перейти на ефсилу. Или же нужно перейти в быстрое время, и тогда у нас появляется очень быстрая телевизорная величина, которая компьютер ведет достаточно плохо. Потому что она перейсует на ефсилу, как правильно. Вот, поэтому нужно в одном месте такую систему упрощать. И теперь, собственно, как ее нужно упростить, то нужно первая идея сделать то же самое. Давайте идем соединение. Уравнение 2, ау, значит, усоединенное уравнение. То есть неусоединенная система 2, она имеет вот такой бит. Значит, что мы делаем? Я, опять же, беру уравнение на 3 медленные переменные и усоединяю его. И все. Значит, вот эта вот, кстати, уравнение, а раньше это было просто контакт. Но усоединение я беру только по углам, потому что пассив. Поэтому, что-то она получает уравнение теперь от координаты и. Значит, усоединение, как обычно, это есть 1,2π и 1,2π, Интеграл, пошло от координаты, F, 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 G, F. То есть не вопрос, не вопрос. Можно ли приблизить систему 1? Значит, можно приблизить, вот так, процесс и FTP с процессом GAC для GAC к решению усоединенной системы. Да, давайте я поэтому не буду сказать G1, так? Прошу раз, не G. Прошу раз, не GAC к решению. Но доказывается, что приблизить можно при определенных предположениях под данный вектор, что вектор, 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 вестремляющих, если как он называется, уже не, частоты не зависит, да? Но уже это предположение не столь хорошо, приблизить можно, как правило, только, там, Наконечно, когда мы его взрывали, порядка 1-10 на ящик был. Значит, давайте я так напишу. Да, 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 сейчас. Время. Да, давайте я закончу на том, что распормирую тюрему, а доказательство ее будет, наверное, в тюремное можно должна быть зашепчеведа. Впереди все, в тюреме, в тюреме сейчас. Значит, теорема. Опять же предположим равенство на чем-то их условий. А, и давайте я теорему сформулирую в упрощенной постановке, потому что чем больше размеров, тем все сложнее, и тем можно больше различных условий. Значит, пусть у нас будет только одна быстрая частота, пусть она одна индиница. То есть что мы имеем, что около 90. То есть то, что я одно полный город, но ее переписывать не буду, собственно. То есть фи принадлежит окружности просто. Но еще нужно регулярность потребовать. Давайте скажем для простоты, это не первое прощение, но пусть будет так. Пусть функции F и G ограничены вместе со своими производными вплоть до столой. То есть F ограничены, G ограничены, F штрих, G штрих, G штриха, G штриха по всем переменам. Так. И еще главное условие. Чистота не выражена, потому что в этом случае не выражена. Значит, она просто не равна нулю. Не равна нулю. Если я вот так вот напишу, это плохо, потому что I может меняться и с изменением I, и когда я буду ближе и ближе к нулю, и там будет выражение. Тем более, что я не достигаю, но я при этом я не могу сходить при изменении I. Поэтому я напишу вот так вот, что эта штука больше, чем константы, как бы это больше нуля. Все от дерева от дерева. То есть тогда при E мы имеем ту же самую оценку, что и было в предыдущем случае, что решение исходной системы приближается решением усредненной системы с точностью E, но уже здесь имеется ограничение на время до E. и дальше мы знаем с первой. Смотрите, давайте с временем разберемся. Вот эта вот оценка очевидна для каких времен. Давайте так. Смотрите, в начальной момент времени она есть, естественно, потому что мы все вместе. Так? Дальше мы взведем за временем на сколько, на сколько мы выбросы, и другие жиры зайти. Взведем за временем. Не на E, потому что есть скорость E в движении. Так? И здесь скорость E в движении. Так? При T в порядке единицы, G от T. Меньше ли выравнивается E. Очевидно. Очевидно. Так? Но вот здесь вот подтверждение гораздо более сильное, что мы можем ждать не времена порядка тень, а времена порядка E-5. И можно ждать, кстати, гораздо дольше, и движение по-прежнему останется точным. Поэтому это вообще-то достаточно тонкий результат. Вот. То есть программа максимум. Да. Собственно, давайте на этом закончим. Чего будет дальше? Дальше. Дальше я эту теорему покажу в какой-то момент. Я потрачу достаточно существенное время, чтобы привести примеры. Примеры обстоятельных тех неподробностей. Когда вот эти вот системы возникают, потому что они, на самом деле, стоят в довольно многих важных случаях. Какая программа максимум этого курса, этого курса, это смотреть, а можно ли точнее приблизить, что-то еще сделать со соединенной системой, чтобы приближение работало не только на таких временных интервалах, а на больших временных интервалах. Ну, кажется, можно рассматривать времена не вот такого порядка, а порядка Е в степени, так как у них не допутся. Значит, Е в степени Эпсилон и Уфер. Вот какого порядка? То есть это Е в степени Эпсилон и Уфер, это как бы другого человечества. Это сравним больше, чем эта штука. То есть это значит, что процессы, они практически ни в каком возъемном времени не расходятся. Но это тонкий результат, и там не нужно что-то регистрировать вот эту вот систему. Вот, и сейчас хочется обсудить вопрос, что бывает, когда в многомерной ситуации, например, когда штука, кстати, проходит через ноль, то есть же аналог этого в многомерной ситуации, когда частоты независимы, там тоже что-то можно сказать, там тоже есть некоторое соединение, но это так называемое резонансное соединение, что мы соединяем только по минимальным частотам. Ну и последнее, что я про это пару слов, наверное, скажу, но не более того, то есть как на уровне, на уровне плутарник, а что происходит в стихотических системах, для которых стихотические быстромедленные системы? Да, такие системы, я не помню, говорила, нет, они называются быстромедленные. Вот на английском, на английском fast-fold-sync. То есть перевод, перевод это слово. И такие системы бывают недолго терминские, но бывают и стихотические, когда ввесит какой-то случайный процесс. Там, правда, все немножко по-другому, там, правда, все гораздо лучше. В связи с тем, что вот те проблемные значения вектора И, которые имеют резонанс, то есть когда частоты становятся зависимы, мы их очень быстро прокатим, потому что нас тоже зашел просто в глаз. Вот, а это, в общем, все на будущем. План примерно такой, а сегодня давайте закончим.